Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева, и мы продолжаем говорить о прозаическом наследии Александра Блока. Он оставил много статей, текстов выступлений, колоссальную переписку, дневники, записные книжки. И из всего этого сложилась весьма интересная проза. Проза, можно сказать, художественная, настолько она насыщенная метафорами, образами, интересными аллюзиями. И все это еще показывает колоссальные знания, колоссальную работу ума. И не случайно все чаще Александра Блока стали называть не только поэтом, но и литературным критиком, культурологом, исследователем нашей российской духовной мысли. Не только прозы и поэзии, в чем в последнем, конечно, он был абсолютным мэтром, поскольку сам писал. И изо всех сил пытался разобраться, что же именно происходит в ходе творческого процесса, как с этим жить художнику. И обо всем об этом он оставил свои мысли. И все они достойны сегодня самого пристального внимания, потому что актуальны, современны, как любые размышления настоящего, крупного, искреннего и гениального человека, который с нами своими мыслями поделился. И сегодня мы с вами поговорим о том, что Александр Блок написал о театре, драматурге, драматургах, о соотношении между автором, актером, режиссером, о том, что происходило в современном ему театре. А современность, как вы помните, Блоку досталась очень суровая. Три революции, война, смена строя. Все это каким-то образом отражалось и в репертуаре, и в том, как принято было работать на сцене. Обо всем об этом он написал, об этом мы сейчас поговорим. Я вам лишь хочу напомнить о том, что, во-первых, у Блок сам написал шесть пьес, что позволяло ему точно разбираться, и как это происходит. При жизни пьесы его были поставлены. Не все имели успех, но, тем не менее, сценическая жизнь, работа с режиссерами и с актерами у него была. А жена его, Любовь Дмитриевна, как вы знаете, стала актрисой. То есть они в этом плане еще очень дополняли друг друга и, так сказать, профессионально. Каждый строил свою жизнь. Театр они оба любили, часто обсуждали все, что происходит. Драматургия – это то уникальное искусство, да, тот вид искусства, который, как мы сейчас говорим, требует проводника. Писатель написал книгу, читатель ее читает. Что происходит в это время в голове, в душе читателя, как оживают те или иные персонажи, остается тайной и для автора, и иногда даже для самого читателя. Очень многие хорошо понимают и, как сказать, находят созвучие своим мыслям, лишь когда читают работы критиков. Это правильно, да. Скульптор оставляет скульптуры, архитектор здания и художник картины. И как бы они ни были названы, к какому бы виду, стилю их ни отнесли, все равно человек их воспринимает сам. Музыку исполняют музыканты, но, опять же, какие отзвуки и образы рождаются в душе, у человека тоже неизвестно. С драматургией дело обстоит сложнее. Автор пишет пьесу, а потом эту пьесу должны сыграть люди. То есть это уже такое более сложное восприятие взаимодействия между создателем и, так сказать, конечным потребителем, зрителем. Проходит через несколько этапов, такая сложная цепочка. И, естественно, все это вызывает, так сказать, кривотолки, проблемы восприятия, обиды. И обо всем об этом написал Александр Блок в своей большой работе о театре. Работа достаточно ранняя, 1908 года, но своего мнения, надо сказать, Блок практически не изменил. Позже появилось еще письмо о театре, где уже к советскому правительству Блок обращается с такой очень пламенной мыслью, что какие бы времена ни переживал театр, государство должно театр поддерживать. Потому что без этого произойдет серьезное обнищание жизни народных масс, что недопустимо. Вот такие мысли были у Александра Блока по поводу театра и отношения государства к жизни театра еще в начале XX века. Знакомство Блока с театром такое серьезное произошло еще в юности. Он много играл. Он играл Гамлета, Дон Жуана, Чацкого, Самозванца. Он написал шесть пьес «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка», «Песни судьбы», «Роза и крест» и «Рамзе сцены из жизни древнего Египта». В конце жизни серьезно думал над созданием драматических произведений. И современная жизнь была намечена драма «Нелепый человек», драма историческая из жизни Венеции о человеке, имеющем власть. И даже собирался написать драму под названием «Иисус». Ну, в общем, не успел, не получилось. Серьезно обращался к исторической теме и всегда говорил, что надо придерживаться истории. Однако, зная все время, что действующие лица – это современные люди, и их трагедия – это будет и наша трагедия тоже. Вот таким образом, будучи сам еще и драматургом, и исследователем театра, и таким, как сказать, драматургом активным, следящим за режиссерскими течениями, за работой Мирхольда и Станиславского, выбирающий и обсуждающий с женой письма, в чьей именно постановке он хотел бы видеть свои пьесы. Блок в этом разбирался. И вот какие мысли я вам сейчас приведу. Остальное можете прочитать сами в работе о театре. Очень впечатляют своим современным звучанием. В задачу мою входит выяснение взаимоотношения автора, актеров, режиссера и публики. Как оно есть и каким оно должно и может стать. Лучше сказать, каким оно будет неизбежно, рано ли, поздно ли. Это зависит от самих участников дела, от всех современников, в каком бы отношении к театру они ни стояли. То есть он сам говорил, что он попробует разобраться, что же происходит до того, как откроется занавес. В зрительном зале соберется публика, публики тоже достанется. Совершенно справедливо сейчас мы это увидим. И в каких они находятся отношениях именно к театру. Вот здесь у него так же, как театр, драма, это так же, как музыка. Это уже не место, где что-то происходит, а такое общее целостное понятие, неотделимое ни от мирового оркестра, ни от всемирной души. Вот как по отношению к этому высокому искусству выстраиваются отношения людей в процессе создания спектакля. Ну, прежде всего, конечно, Блок должен сравнить писателя с актером. Если писатель есть по преимуществу человек, а он должен быть таковым, то актер, такой, каким создала его традиция, по преимуществу лицедей. Может быть, он чертовски талантлив, но это только усугубляет его лицедейство. Он таскает в себе всегда непочатый угол героизма, вздувается от героизма, ему некуда деваться от привычки к тому, что он на сцене, герой, любовник, злодей. Таким же он пребывает и в жизни. И потому совершенно было бы последовательно герою, любовнику и злодею превратиться в обыкновенного хулигана. И удивительно, если это не происходит, пишет Блок, рассуждая о судьбе актера. Это было бы только исполнением всякой правды, выдворением в жизни законов лицедейства. Однако в жизни иные законы, чем на сцене. И потому, когда героизм или злодейство переносятся в жизнь, то они называются другими именами. Героизм Магбета в современной жизни есть прежде всего необразование, полная остановка духовной жизни и, может быть, грубая сила, которая в лучшем случае бездейственна, потому что корыстна и только телесна. И так может оказаться к приспорбию, что талантливый Лир или Ромео в жизни ничем, кроме безграмотности, пьянства и буянства, не может проявиться. Мне скажут, что нам не должно быть никакого дела до закулисной стороны, раз талант налицо. Но в том-то все и дело, что от этих потрясающих талантов не осталось ничего, кроме прекрасных воспоминаний. Блок говорит о том, что такая традиция, так что развитие театра, что все равно актеру, так же, как мы говорили с вами в предыдущих программах, разбирая его работу о современном состоянии русского символизма, когда он говорил об этом моменте рождения произведения и перенесения вот того духовного мировоззрения в обычную жизнь, призывая поэтов и писателей быть очень осторожными вот с этим смешением искусства, не селить возле себя мертвых кукол с мертвыми лицами, отдаленно напоминающие те, которые вам явились в процессе вашего творческого вдохновения. То же самое, он предупреждает, должно происходить и с актерами. И, к сожалению, то, как в его время это происходило, у него вызывает такие, в общем-то, грустные размышления. И, естественно, все это сильно расстраивает писателей, которые придумали-то совсем другое. Кажется, мы переживаем эпоху, когда прямое или косвенное презрение писателей к сценическому воплощению своих произведений дошло до апогея. Больше всего подтверждение этим моим словам я нахожу в том факте, что вопрос о режиссере стал насущным вопросом театра и даже модным у публики вопросом. И тут интересный такой момент, тоже Блок говорит, что режиссер – это то незримое действующее лицо, которое отнимает у автора пьесу. Потом указывает автору ближайший выход из-за кулис театра. Такие выходы всюду имеются на случай пожара. И вслед за этим истолковывает актерам пьесу по своему разумению. Так что автор, явившийся на спектакль посмотреть свое произведение, зачастую не может от изумления произнести ни слова. Впрочем, искажение пьес уже входит в привычку, и авторы даже не особенно изумляются. Я привел, разумеется, очень резкий пример театральной бесцеремонности. Но представим себе более обычное явление. Современный драматург приходит в театр, по большей части не любя самого вещества театра, будучи совершенным невеждой в театральном деле, испуганно озираясь, как редкий посетитель цирка, при входе в незнакомую ему пряную атмосферу со смешанным запахом земли, конюшен, румяной декорацией. И дальше Блок довольно-таки так долго и расстроенно говорит о том, что в результате авторы ненавидят актеров, актеры ненавидят авторов, а посредником в этих далеко не лучших взаимоотношениях для работы над произведением, посредником во всем этом является режиссер. И о режиссере Блок говорит, что возвышение режиссера произошло по причинам совершенно понятным, но вполне отрицательным. Во-первых, автор махнул рукой на театр, перестал ждать от него воплощения своих идей и разучился театральному делу. В предыдущей цитате Блок говорил, что вообще-то некоторые и не учатся, и не пытаются разобраться, а каждый вид искусства имеет свою специфику, нужно знать, нужно уважать. Во-вторых, актер потерял живую душу, стал лживой героической куклой, которая переносима лишь тогда, когда ее держат на золотой цепи сведущий и трезвый человек. Вот режиссера Александр Блок как раз и видел тем самым сведущим и трезвым человеком, который держит на золотой цепи актера, и как по предыдущей прозвучавшей цитате вы поняли, бесцеремонно выставляет автора из театра, потому как, в общем, делать ему там уже нечего. И отдал свое произведение, ты написал, твоя работа закончена. И очень интересная еще мысль, он говорил о Мейерхольде, об известном режиссере, говорил, что само высказывание Мейерхольда разоблачает вот ту самую нехорошую сущность режиссерской профессии, которая берет на себя право, во-первых, неверно толковать автора, а во-вторых, это неверное толкование передавать еще и актерам. Потом еще следом пойдут театральные критики, которые неверно помогают понять зрителю, ну, то есть, в общем, сплошные кривые зеркала. Разоблачает тем более это мнение, это цитатами цитирует Мейерхольда Блок, в своей остроумной схеме Мейерхольд различает два метода режиссерского творчества. Первый нежелателен, по его мнению, так как лишает творческой свободы не только актеры, но и зрители, заставляя первого во всем подчиняться режиссеру. То есть, воспринимать все через режиссерское творчество. Второй – это театр прямой, то есть, такое взаимоотношение, при котором автор, режиссер и актер располагаются по отношению к зрителю на одной прямой. Автор передает свой замысел режиссеру, и актер, воспринимая этот замысел через режиссера, раскрывает свободно свою душу перед зрителем. И как раз Мейерхольд так сетовал, что Блок очень пугается того, что лодка, которую еще дали управлять актеру со своей свободной душой, поплывет вообще неизвестно куда. Он говорит, что это опасность устранима, если режиссер верно истолковал автора. Мейерхольд считал, что это возможно. Верно передал актеру, а последний верно понял режиссера. И Блок восклицает, что нет, товарищи, будь режиссер хоть семи пядей во лбу, он неверно толкует автора, тем более неверно передает его актеру, и тем более актеры неверно понимают режиссера. То есть такая вот череда всеобщих неверностей. Но в итоге все равно театр жив, и в тот период жил очень насыщенной жизнью, очень бурно развивалась драматургия, примеряя к себе все и символизмы, модернизм и футуризм, в некотором загоне оставалась классика, против чего тоже возмущался Александр Блок. И обсуждая вопросы вот о публике, о восприятии, он выносит такое еще очень важное явление на обсуждение. Он говорит, что скука. 69-е действующее лицо, которое безмолвно стоит тут же, около размалеванной кулисы, самодовольно разглаживает ее своей мерзостной костлявой ладонью и даже не раскланивается с публикой, потому что слишком хорошо знает, что черед ее придет завтра утром, не позже, когда участники и зрители торжества проспятся. Даже те, кто говорит о театре, часто не любят самого театра как такового, его кулис, его запаха, его праздничной жизни, той тяжелой радости преодоления материала, которая нигде не дает себя знать так сильно, как в театральном искусстве. Вот именно очень четко понимая этот сложный процесс взаимодействия, и когда спектакль удался, и когда не удался, сколько людей, сколько посредников между возникшей мыслью, мысль изреченная есть ложь, сказал Тютчев, Блок потом, разбирая работу с символами, сказал, что и они непередаваемы. В театре драматург, как бы сказать, как он считает, четко объясняет, что он хочет видеть на сцене в действиях и в диалогах. Режиссер это понимает по-своему, актер еще более по-своему, и начинается интересный процесс создания спектакля. И вот тут Блок очень серьезно предупреждает, что это, наверное, одна из самых опасных тенденций, которая проявляется именно в драматургии. Это создание искусства ради искусства, против чего Блок всегда очень сильно возражал, говоря о том, что все-таки нужно еще смотреть на содержание, понимать, как это видит зритель. Зритель в театре – это тот же самый голос народа, это серьезная оценка, которую должен ценить в итоге и автор, и драматург, и актер. «Я внимательно наблюдаю эту публику», – пишет Блок. «Известно, какая разительная разница существует между верхами и партером. В партере все больше говорят о сытных обедах, о родственниках, о политике. А наверху все больше о каутском и о студенческих делах. Об одном только не говорят нигде – об идущей на сцене пьесе. И мы страшно много говорим о театре, вмешиваемся во все подробности, закулисные вопросы становятся модными, а слово «стилизация» – достоянием распивочных листков. Публика готова слушать самые конкретные и самые отвлеченные речи о театре настоящего, прошлого и будущего. Но чем больше мы говорим об этом, тем больше зарываемся в подробности истории и техники. И Блок задает вопрос, нужен или не нужен сегодня театр. Давайте посмотрим комплексно, не внутрь выяснения отношений между автором, режиссером, актером, а именно по сути, что получается в итоге и как на это публика реагирует. И он сам считает, что этот вопрос можно назвать утилитарным и грубым, но этого вопроса конем не объедешь. И если формула искусства для искусства пуста, как свищ, а формула искусства для жизни плотна и противна, как сытное кушанье, то лучше останемся без всяких формул, но не будем игнорировать того камня, на котором суждено нам споткнуться. И как раз Блок говорит о том, что это все, что происходит в театре, оно еще должно будет обязательно пройти проверку на народную стихию, на народное восприятие, потому что тенденция, угроза создания искусства для искусства, таких внутренне творческих разборок, она ни к чему хорошему не несет. А театральное искусство для народа, для народной души, для той просыпающейся стихийной массы, которую он видел в народе, особенно в моменты революционных событий, она театра требует. Но театр требует живого и настоящего, и в конце концов сам народ с этим разберется. Он говорит, что Россия колеблется между двумя крайностями, и ее театр как бы готов уже упасть до вкусов интеллигентной толпы. Но непосредственное чувство истории говорит нам, что мы предпочтем другое устремление русского театра – к пышному расцвету, высокой драмы, с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей. И именно вот такое будущее Блок видит в народном театре. И говорит, что на современной сцене и за кулисами водворилась мещанская жизнь – это от того, что мы работаем в пустоте, от того, что мы сами инициаторы, исполнители и судьи. И из зрительного зала никогда не пахнет на сцену свежим воздухом благословения или проклятия. А рабочие и крестьяне, считает Блок, действительно нуждаются в театре. При всей случайности постановки этого дела у нас. И они уже доказали, что они требуют от театра не только развлечения, а чего-то более высокого, высокого искусства, как это явствует, например, из эффекта постановки «Грозы Островского» или же «Нитьбы Гоголя». Не сказать, что этих авторов жаловали в театрах в тот период, когда жил и работал Блок. И говорит о том Блок, что жизненно нуждаясь в театральном искусстве и не принимая вот этих навязанных тенденций, народные массы предъявят свои особые требования к театру, сами будут их воплощать, и таким образом не сегодня-завтра постучится в двери наших театров уже не эта присыщенная толпа современной интеллигенции, а новая, требовательная, живая, дерзкая. Будем готовы встретить эту юность. Она разрешит наши противоречия. Она снимет груз с усталых плеч, окрылит или погубит. Опять же, вот это возвращение к вопросу о противоречиях между народом и интеллигенцией, особенно проявляющейся в отношении театра, о том, какая действительно публика привыкла в театр ходить, а начала уже ходить другая, новая. И, естественно, революционные события сильно изменили и даже само устройство театров и то, что там происходило. Работа Блока потрясает своей глубиной именно прочтения проблемы. Что возникает, почему это плохо, откуда это берется, и как к этому нужно относиться, и что может помочь из этого выйти. Несколько слов успеваю вам сказать о жене Александра Блока, о Любови Дмитриевне, его партнерши по студенческим, ну, не по студенческим, как сказать, по любительским молодежным спектаклям, они вместе играли в «Шахматовой Болотове». Любовь Дмитриевна потом стала актрисой, сценический псевдоним Басаргина. И известна она не только как актриса, но еще и как историк балета, автор фундаментального исследования «Классический танец». Читала поэму Блока в 2020-2021 году «12» в Театре народной комедии, до этого работала как драматическая актриса во многих коллективах, очень чутко реагировала на все, что происходило именно в театральной жизни Блока, спорила, соглашалась, жила своей жизнью, и вовсе не была просто той прекрасной дамой, которую, как иногда хочется людям найти, что Блок нашел идеал в жизни, и так вот он писал стихи, а она его вдохновляла. Жизнь их была сложная. Просто обращаю ваше внимание на то, что женщина максимально приложила все усилия, чтобы состоялась ее собственная судьба, несмотря на то, что она всегда была рядом, как друг, как соратник, как единомышленник. И особенно по вопросам отношения к театру и к драматургии, их переписка последнего периода, когда Любовь Дмитриевна много ездила по гастролям, очень показательно. Кто интересуется театром, рекомендую почитать. Там очень много жизней, очень много свежих и актуальных сегодня впечатлений. На этом наша с вами сегодня программа закончена. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok